Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Екатерина Лазарева. О событиях из жизни университета, а также мировых новостях расскажем в ближайшие несколько минут. Итак, смотри сегодня выпуски. Ученые Казанского университета собираются высадить в лесах редкие лекарственные растения. Почему люди делают очень много лишних покупок? Юпитер и Сатурн окажутся на минимальном расстоянии друг от друга. 2 декабря состоялась конференция трудового коллектива Института управления экономикой и финансов Казанского университета. В состав президиума конференции вошли ректор КФУ Ильшат Гафуров, директор Института управления экономикой и финансов Найля Багуддинова и заведующий кафедрой экономической безопасности и налогообложения Института управления экономикой и финансов Айдар Туфитулов. В рамках конференции выбрали новый ученый совет Института управления экономикой и финансов КФУ, а также Найля Багуддинова выступила с отчетом о деятельности и перспективах института. К другим новостям. Ученые Казанского университета высадят в лесах Татарстана редкие исчезающие виды растений. Для этого в лабораториях они клонируют голубику, белину, золототысячник, стевию и другие лекарственные дикорастущие травы и кустарники. Подробнее о процессе клонирования и о том, с какими трудностями ученые могут столкнуться, наш корреспондент. Красная книга Татарстана, так же как и Красная книга Расти, растет с каждым днем. Она становится толще с каждым своим переизданием. Многие лекарственные растения, они имеют особый спрос у населения, и многие из них уже находятся под угрозой исчезновения или просто исчезли практически, в частности у нас в республике Татарстан. Голубика, белина, золототысячник – это лишь малая часть растений, которые теперь с трудом удается найти в лесах Татарстана. По словам ученых, депопуляция таких растений связана с ухудшением экологии. Способ клонирования может восстановить популяцию, а также даст возможность высадить в лесах новые виды трав и кустарников. Возникла вот эта идея восстановления посадок вот этих исчезающих, редких и исчезающих видов растений. Способ клонального микроразмножения представляет собой метод вегетативного размножения, которые позволят получить в лабораторных условиях большое количество генетически однородного и здорового растительного материала. Растения и травы, выращенные таким способом, ничуть не отличаются от тех, которые выращены естественным путем. Это не геномодифицированный продукт, как многие утверждают. Это полностью идентичное растение тому материнскому растению, откуда взяли. То есть никаких изменений не производится. Метод клонирования растения в принципе не новый. Изобрели его в 50-е годы во Франции, а в Советском Союзе активно использовали для выращивания картошки. В маленькой баночке росток должен приезжиться в питательной смеси, после чего идет рост растения на протяжении года. И уже потом саженец планируют высадить в лесу. Как рассказали эксперты, такие растения на начальном этапе могут быть очень капризными. Любое отклонение от технологии способно их погубить. Этот метод позволяет получать растения, не зараженные ни грибами, ни бактериями, ни, самое главное, вирусами. Если, например, за год саженца яблони можно получить где-то порядка 100, то с помощью клонального микроразмножения это 10 тысяч минимум. А может быть даже при подобранных условиях и порядка 100 тысяч. Лев Диденко, Вилета Басова, Универ Ньюс. Ректор Казанского университета Ильшат Гафуров вошел в топ-5 медиарейтинга ректоров вузов России. Рейтинг составлен по итогам ноября 2020 года. В него вошли 50 ректоров вузов. Аналитики выделили 56 упоминаний ректора КФУ в СМИ. К другим новостям. Черная пятница, киберпонедельник, скидки перед Новым годом. Все эти акции заставляют тратить людей больше денег, чем им бы хотелось. Как не покупать лишние вещи и какие существуют уловки у маркетологов? Смотрите в нашем сюжете. Люди, заходя в магазин, хотят купить самое нужное. А маркетологи наоборот. Хотят, чтобы купили всего да побольше. И неважно, действительно ли это нужно покупателям. Узнаем, как работает реклама и какая у нее цель. Она заключается в том, чтобы проникнуть на подсознательный уровень. То есть работать с психологией потребителя. Сбить его с тех установок, которые он сам себе задает. То есть установки мы задаем сознательно. И сознание может реагировать. А вот подсознание нет. Все стратегии, они направлены на эмоциональный фон. А эмоции, как мы понимаем и на опыте, мы можем убедиться, сознание не очень хорошо контролирует. Обычно нам кажется, что мы покупаем самое нужное. Но потом оказывается, что набрали лишнего. Проверим, так ли это. Зашел, увидел, купил. Нет, зашел, как бы так и постоял, посмотрел. Такая, ну, нет, это мне не нужно. Ну, я возьму и пошел на кассу. Я, наверное, научилась это было за ним делать. Так что очень хорошо. Потому что вкусно. Все сразу вкусно на полочках. И они лежат на обидном месте, именно на... Ну, где глаза твои находятся, и все. И ты проходит, что не можешь, не взять. Все это вкусно. Хотя бы что-то одно. Экономическая рациональность — это все-таки миф. И человек принимает рациональные решения. Спонтанные покупки связаны с демонстративным поведением. Дополнительный способ продемонстрировать те качества, которые нам хочется в себе видеть. Если раньше человек, он реализовывался и самовыражался через свою деятельность, я есть то, что я даю. В настоящее время человек, он самовыражается через то, что он приобретает. С позиции психологии здесь мы как личность уже не развиваемся. Потребность в самоактуализации, к которой мы должны стремиться, как человек разумный, она блокируется, получается. Казалось бы, одежда — это наш стиль и наш способ одеваться. Еда, которую мы едим, — это наш рацион и наш выбор, что есть сегодня на ужин. Но, как выяснилось, дела обстоят не совсем так. Мы попросили эксперта привести пример из реальной жизни. Давайте возьмем печенье какое-то определенной фирмы, не самое дешевое. Вы видите его в начале магазина, вы видите его где-то в середине и вы видите его в конце. Может быть, еще в четвертом месте. Зачем размещать в четырех разных местах один и тот же продукт? Это как раз то, что действует на наше подсознание. Выбор спонтанный — это не выбор вообще, это, по большей части, иллюзия. На самом деле выбирает не потребитель, выбирают потребителя. Как же вырваться из порочного круга бессмысленных трат и перейти к осознанному потреблению? Может быть, стоит сконцентрироваться на тех товарах, которые нам действительно нужны? Проблему можно решить с помощью обращения к искусству. Если мы будем развивать вот такой более высокий уровень абстрактного мышления, предметы и вот этот мир потребления, он будет уже сам по себе и не так важен. Казанский федеральный университет вошел в список победителей на получение мегагрантов. Два проекта Казанского университета победили в восьмом конкурсе на получение грантов правительства Российской Федерации для государственной поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых в российских вузах и научных организациях. Вот эти вот два выигранных гранта – это гранты, в общем-то, это итог нашего многолетнего сотрудничества с зарубежными партнерами, потому что один из них идет грант по биологии, а один идет по медицине. С момента прошлого сближения Сатурна-Юпитера прошло 20 лет. В очередной раз это интересное астрономическое явление ожидается в середине декабря. Подробнее в нашем следующем сюжете. Спустя 400 лет планеты-гиганты Юпитер и Сатурн готовы удивить нас исключительно близким соединением. Они встречаются там каждые 20 лет, но в этом году у каждого будет уникальная возможность увидеть это событие 21 декабря. Это явление имеет скорее эстетическую ценность, потому что действительно произойдет очень тесное сближение двух ярких планет. Это Юпитер и Сатурн. Они, хотя уже не в конфигурации максимального блеска, но тем не менее достаточно яркие объекты, одни из ярчайших звезд вечернего неба. Две самые далекие, потому самые неторопливые из ярких планет подойдут друг к другу на максимально близкое расстояние. Сближение Юпитера и Сатурна не окажет никакого влияния на Землю, а вот полюбоваться редким астрономическим явлением стоит. Очень интересно будет взглянуть на эти два светила именно в дату наибольшего сближения или около нее. На самом деле это уникально с точки зрения наблюдений, потому что можно обычный любительский телескоп в одном поле зрения одновременно увидеть и Сатурн с его кольцами, и Юпитер и его четыре галереевых спутника. Увидеть сближение Юпитера и Сатурна можно невооруженным взглядом. Для наблюдений планет необходим открытый горизонт на юг и запад, а крестные дома и деревья не должны загораживать планеты. Энджи Минебаева, Виолетта Басова, Универ Ньюз. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях. До новых встреч!